Всем привет! Дорогие друзья, гости, подписчики нашего канала. Сегодня я буду готовить закрытый пирог луковый. Там будут и другие ингредиенты присутствуют. Но для начала мне нужно сделать тесто. Тесто будет у меня лежать в холодильнике часа 3, поэтому его нужно приготовить заранее. Я приготовила муки 300 грамм для теста, 200 грамм сливочного масла. Можно заменить его маргарином. 1 чайная ложечка соды. Я буду гасить ее уксусом 9% столовым. И 6 столовых ложек сметаны. Сейчас я начну готовить тесто. Я высыпаю сюда муку в чашку. Теперь что я буду делать? Масло я взяла из морозилки. Я его клала в морозилку и я его буду перетирать с мукой. Вот так вот беру и натираю, чтобы мне легче было. Wasser. Класс. Я не подпишу. Смотри, когда ты здесь. Только смотреть. Класс. Класс. Мокр classification. Немного собрала, теперь я сюда кладу сметанку, наливаю 9% уксуса. Немного помогаю ложкой, чтобы собрать этот комочек, тесто конечно липнет к рукам. Тесто собрала, и теперь я его кладу в холодильник часа на два-три, оно будет лежать там. Продолжаем снимать видео, тесто у меня еще в холодильнике лежит, тесто можно готовить и на ночь, я его на три часа положила, два часа уже прошло. Я приготовила пока начинку, сейчас ингредиенты для начинки, начинку еще не готовила. Взяла вот примерно где-то здесь 600 грамм лука, я 6 луковиц средних взяла, 5 яиц, 4 мне в начинку пойдут и одно я буду смазывать, но я буду смазывать желтком, белок я отправлю в начинку. И взяла 4 сырка плавленных, можно брать любые какие у вас будут, вот мы купили городской по-моему он называется, какой-то. Ну это совершенно без разницы или российские, я их очистила вот, ну как очистила, сняла с них эту золотинку. И хочу сейчас в морозилку их прям на несколько минуток поставить, чтобы мне тереть их было легче, поэтому я ставлю в морозилку. Я тем временем режу лук. Как вы видели, лук я мелко не крошила, сейчас, я уже плачу от этого лука, сейчас я поставлю разогревать сковороду, 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 сковороду. Налью туда 2 ложки подсолнечного масла и буду этот лук, ну как бы сказать, притушивать до мягкости, не до того, чтобы он там весь коричневый стал или золотой. Ну посмотрите в процессе. Масло у меня нагрелось. И вот так, как я уже сказала, до мягкости. Крышкой я не закрываю, я буду помешивать. Тру сырки. Пока жарится лук. Все, сырки натерла, они пока стоят в сторонке у меня. Лук стал уже более мягеньким, я его подсолю. Солим по вкусу, как вам нравится. Я лук готовлю на среднем огне, сейчас у меня сковорода. Яйца разбиваю в мисочку. И один желток я для смазки оставляю. Сейчас я их буду взбалтывать. В пену их взбивать не надо, просто хорошо взбалтать. Прошло 12 минут, как я его начала обжаривать, притушивать. Вот такой он стал, в таком виде. Он стал мягкий. И все, я сейчас минутку и я выключу, выключаю. Он должен теперь немного остыть, быть теплым. Перекладываю в чашку, в которую я буду размешивать начинку. Он должен сделаться теплым. И я отправлю туда вот этот сыр, чтобы он немножечко расплавился. Выкладываем лук в сырочки натертые. И нужно постараться перемешать, ну как можно, чтобы однороднее было. Растепим перчиком. Так, ну это у меня пока стоит. А что я подумала, у меня еще есть зелень. И я сейчас в яйца добавлю-ка я укропа зеленого, замороженного. Яйца я тоже же не солила, не перчила. Немного вот приперчу. И вот так. И все это я сейчас перемешаю с луком. Ммм, сколько начинки будет. Достало тесто, сделала из него колбаску. Так примерно визуально надо на три части поделить. И одну часть отрежу. Это будет верх. А это будет у меня нижний корж. У меня вот эта вот сковорода. Она в диаметре 22 сантиметра. Сейчас будем на нее и делать. Я ее помазываю маслом. На сковороду. У меня тем временем говорила, не говорила, уже забываю. Греется сковорода. Ой, это, духовка. Чтобы она была уже теплой. Выкладываю начинку. Немного я ее разравниваю. И сейчас раскатываю вот этот вот верхний пласт. Раскатываю. Кладу сюда наверх. И стараюсь теперь все это слепить. Чтобы у меня начинка не вываливалась. Ее края залепляю. Причем тщательно залепляю. Стараюсь. Чтоб лишнее не обрезать. Конечно, красиво, когда эстетически все красиво. Но я думаю, от того, что он будет у меня немного кривоват, вкус его не поменяется. Залепила все края. Постаралась как можно поаккуратней. И чтобы тесто лишнее не осталось. Вот тут я желток оставляла. Но я сразу желтком мазать не буду, чтобы оно не горело. Я потом, перед тем, как вытаскивать, обмажу. Достану и помажу. А сейчас я ставлю разогретую духовку. Духовка должна быть разогрета на 180 градусов. И будем стряп печь это 30-35 минут. Тоже зависит все от вашей духовки. Какая у вас духовка, я не знаю. У меня вот хорошая духовка, мне на 30-35 минут. И ждем. Ставим пирог. Как мы его готовность проверяем. Как обычно, зубочисткой. Все вот прекрасно. Теперь, значит, я его намазываю желточком. Так, и ставлю еще минутки на три. Все, отключила я пирог. Достаю. Итак, пирог готов. Нереально вкуснейший пирог с обалденной начинкой. Он готов. Но надо, чтобы он остыл немного. Потому как я его даже сейчас переложить не смогу. Он сломается. Немножечко остынет. И будем резать чай. Итак, пирог готов. Немного остыл. И я его нарезаю на кусочки. Фантастический наш пирог. С песочным тестом. Я думаю, сейчас мы объедимся. Грячий, конечно, еще. Вот столько начинки. Как вкусненько он нам будет. Ммм, запах укропа. Я тут расписываю. У меня слюна бежит. Вот такой пирог в разрезе получился. Такое тоненькое тесто. И так столько, много начинки. Ммм, нереально вкусный пирог. Хочу сказать, как обычно, всем приятного аппетита, приятного просмотра. Не забывайте ставить лайки, для нас это важно. Всем пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!